Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодняшняя тема нашей лекции – апластическая анемия. Докладчик старший преподаватель курса гематологии Самаркандского государственного медицинского института Мадашева Анаджон Гасхановна. Апластическая анемия, феномим ПАН-МЕЛОФТИС, заболевание системы крови со снижением, сниженной продукцией костным мозгом, эритроцитов, гранулоцитов и тромбоцитов, относятся к депрессивным болезням кровотворения, которым принадлежит агранулоцитоз и цитостатическая болезнь. Впервые это заболевание был описан Паулом Эрлихом в 1888 году по 21-летней женщине. Термин «апластическая анемия» был предложен Чауфордом в 1904 году. Апластическая анемия – одна из самых тяжелых расстройств гемопоэза с летальностью превышающей 80%. Апластическая анемия – достаточно редкое заболевание. Его частота составляет 5 случаев на 1 миллион населения в год. Апластическая анемия встречается чаще у лиц молодого возраста, одинаково часто у мужчин и женщин. Этологическими факторами являются действие сульфаниламидов в стволовую клетку, сульфаниламиды, антибиотики, барбитураты, антитириоидные препараты, вирусы, радиация, лучевая терапия, иммунодепрессанты, антигистаминные препараты. В основе развития апластической анемии лежит несколько патофизиологических компонентов. Внутренний фактор стволовой клетки крови, иммунная реакция на гемопоэтическую ткань, дефект, поддерживающий функцию микроокружения, наследственный генетический дефект. Из этих четырех факторов ведущую роль отводят внутренному дефекту стволовой клетки крови. Пользу этого, говорит связь апластической анемии с клональными заболеваниями костного мозга, такими как пароксизмальная ночная гемоглобинувия, милодиспластический синдром и острый нелимфобластный лейкоз. Таким образом, сегодня в понимании патогенеза апластической анемии главенствует представление о ключевой роли дефекта стволовой клетки крови, возникающей вследствие воздействия неизвестного пускового агента. Этот дефект близок по характеру или идентичен мутации клеток. В 1994 году Кани Сен был сформулирована концепция о роли противоопухолевого иммунитета. В дальнейшей судьбе дефектной клетки возможно рассмотреть три ситуации. Первый. Если имеет место нормоэльгическая реакция иммунная система, то дефектная клетка элиминируется. Вторая. Если противоопухолевая защита ослаблена, то из дефектной клетки разовьется неопластический клон, возникает опухолевое заболевание костного мозга. Если иммунная реакция будет носить гиперэльгический характер, то развитие дефектной стволовой клетки будет заблокировано вместе с нормальными стволовыми клетками крови, разовьется опластическая аниме. Клиническая костяна депрессии и кровотворения при опластической аниме складывается из анемического геморрагического синдромов, а также синдрома инфекционных осложнений. Первые жалобы больного чаще всего связаны с развитием анемии. Как правило, это повышенная утомляемость, слабость, головокружение, шум в ушах, плохая переносимость душных помещений. Появление кровотечения, носовых, маточных, желудочных, кишечных, неаматированных синяков, эспетехии обычно сразу не остораживает больных и вынуждает обращаться за медицинскую помощью. Жалобы, связанные с инфекционными осложнениями на фоне агронулацитоза у больных, а пластические аниме практически ничем не отличаются от таковых при независимо протекающих бактериальной инфекции. При осмотре у больного выявляется бледность кожных покровов, видимых слизистых оболочек, проявление геморрагического диатеза в виде мелкоточечных петехий и небольших синяков, обусловленная анемией, недостачность кровообращения в большом круге может приводить к появлению отеков, в первую очередь на нежных конечностях, а к увеличению размеров печени. Различные воспалительные заболевания проявляются характерными для них физикальными признаками. Картина периферической крови представлена панцитопения снижением гемоглобина значительно и может достигать критического уровня 20-30 грамм на литров. Цветной показатель обычно равен единице, количество ретикулоцитов резко снижено, характерно выраженная лейкопения, агронулацитоз, абсолютное содержание лимфоцитов не изменено или снижено, количество тромбоцитов всегда снижено, в некоторых случаях не удается обнаружить их вообще, в большинстве случаев увеличивается соя до 40-60 мм в час. Клиническая картина заболеваний позволяет формулировать первичное представление о патологии системы крови, отправной точкой диагностического поиска является клиническое исследование крови по счетам количества ретикулоцитов и тромбоцитов. Выявление би или трицитопени при исследовании периферической крови служит основанием для выполнения морфологического исследования костного мозга. Диагноз апластическая аниме устанавливают на основании типичной гистологической картины костного мозга, получаемого методом трепанобиопсии грибня подвздошной кости. При гистологическом исследовании костного мозга обнаруживается большое количество жировой ткани, содержание которой может достигать 90%. Среди доминирующей жировой ткани встречаются стромальные и липоидные элементы. Гематогенные клетки представлены крайне скудно. В небольшом количестве встречаются и ретроидные, и гранулоцитарные предшественники. Мегакариоциты отсутствуют. Перед вами костный мозг больного с апластической аниме, заполненной жировыми клетками. Апластическая аниме подразделяет по степени тяжести не тяжелую апластическую анимею. Клеточность костного мозга менее 25% от нормальной нитрофилии. 0,5 гига 10 степени 9. Это гигалитров. Тромбоциты 20 гигалитров. Коррегированный ретикулоцитоз менее 1%. И не тяжелую апластическую анимею. Ряд клинических центров выделяет из группы тяжелой апластической анимеи еще и крайне тяжелую апластическую анимею. Лечение апластической анимеи представляет собой очень сложную задачу. Основным, единственным патогенетическим методом лечения жизни больного является трансплантация костного мозга от совместимого донора. При невозможности подобрать донора проводится палеоактивная терапия в качестве базисного препарата используется иммунодепрессант циклоспорин А. У больных не тяжелый апластический анимея. Использование данного препарата позволяет рассчитывать в ряде случаев на успех. Использование циклоспорина А целесообразно и с тех позиций, что глюкокортикоиды, андрогены и антилимпоцитарный глобулин способны улучшить в состоянии гемопоэза у больных не тяжелой апластической анемии. Но при этом следует принимать во внимание повышенный риск развития в последующем клональных заболеваний костного мозга. Применение циклоспорина А сводит такой риск к минимуму. Следует также отмечить, что участие больных не тяжелой апластической анемии, преодолевшей 6-месячный порог выживаемости, может наступить спонтанное улучшение, даже если им не проводилось никакой иммуносупрессивной терапии. Эффект от иммуносупрессивной терапии у больных тяжелый и крайне тяжелый апластический анемии сомнительный. Хорошие результаты получены при проведении терапии антилимпоцитарным или антитимоцитарным иммуноглобулином. Если больной переносит введение этих иммуноглобулинов без выраженных аллергических реакций, то эффективность терапии достигает 50% достижения ремиссии. Все больные апластические анемии нуждаются в заместительной трансфюзионной терапии эритроцитарной или тромбоцитарной массы. Объем трансфюзионной терапии определяется показателями феризиорической крайней и клинической терапии.